Страшная авария произошла 18 июля вблизи населенного пункта Штыково в Шкотовском районе. Лоб в лоб столкнулись Тойота Виш и Самосвал Хова. В ДТП погибли 6 человек – 45-летний водитель и пассажир имени Вена, среди которых три женщины и двое мужчин. 37-летний водитель грузовика не пострадал. Шестилетний мальчик получил травмы, был доставлен в реанимационное отделение больницы номер один города Артема. Вскоре навестить ребенка приехали временно исполняющие обязанности губернатора Приморского края Вера Щербина и глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Главный врач медучреждения рассказал им о состоянии ребенка. Был выполнен ряд диагностических мероприятий. У ребенка диагностирована сочетанная травма в виде головного мозга в виде перелома бедра и открытой раны бедренной поверхности, передней поверхности бедра. Выполнена операция наложения скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка раны. В настоящий момент ребенок переведен в реанимационное отделение, где ему проводятся реанимационные и противошоковые мероприятия. Состояние ребенка стабильное. Будет получать лечение в данном лечебном учреждении по стабилизации состояния. Будет решаться вопрос о переводе на другой уровень в другое лечебное учреждение. Специализированное детское травматологическое отделение в частности. Временно исполняющей обязанности губернатора Приморья Вере Щербине удалось пообщаться с пострадавшим ребенком. Ребенок в нормальном состоянии находится. Он после операции. Собственно говоря, хорошие прогнозы врачи говорят. То есть травма есть, конечно. Но не столь серьезная, как мы думали. Сейчас другая задача мы ищем. Мы пока не находим этого ребенка у нас в базе данных. И мы предполагаем, что он не с нашего региона. И пока по машине определили, чья она. Но человек, кому принадлежит машина, он занимался частным извозом. Поэтому вот этими вопросами мы сейчас занимаемся, чтобы понять, с какой семьи ребенок, какая помощь нужна именно на семье. Вот эти вопросы пока остаются для нас вопросами. А здесь медики профессионально и очень быстро сработали. Очень хорошо, что быстро доставили его по путным транспортом. Вот хорошие прогнозы. Мы будем отслеживать ситуацию. Будем понимать, с какой семьи. Пока мы не разберемся с этим, будем до конца отслеживать. Пока не окажем всю необходимую помощь медицинскую, может быть, другую социальную помощь. Будем до конца сопровождать этого ребенка. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые спровоцировали аварийную ситуацию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Следователям назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Анжела Галышина, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости.